Именно с этого детского сада в Сочи началось воспитание в казачьих традициях. Группа казачьей направленности здесь появилась в 2009 году. Теперь детский сад официально стал казачьим образовательным учреждением. Здесь дети из подготовительной группы знакомятся с историей и традициями казачества, изучают кубановедение и основы православия. В дворе 83-го детского сада всё стилизовано под казачий быт. Одна из групп стала казачьей хатой, здесь есть огород и даже небольшая часовня. У нас одна была группа, сейчас мы планируем весь старший возраст уже сделать. Каждый по своему будет работать в направлении, все будут работать группы по-разному, не обязательно только в одном ключе, как сейчас, с различными уклонами. У нас есть программы рецензированные, у нас есть методика, как это всё проводить и наш региональный компонент мы будем включать уже и в тех группах. В прошлом году Николай Далуда впервые посетил этот детский сад и был приятно удивлён тому, что казачье направление объединило не только детей, но и родителей. Меня удивило настолько вот эта идеология, вот эта культура, вот эти традиции, вот эти обычаи, которые, конечно, это благодаря руководству, прежде всего, детского садика, вот, но это исторически не характерно для города Сочи. Почему вам? Вот почему вам интересно? То, что, может быть, где-то в семье можно упустить, жизнь-то какая, все работают, работают, где-то не объяснить ребёнку, где-то упустить. То садик, вот с самого начала, не вырастет 18 лет умный, толковый парень, герой. Это всё идёт из, ну как, с пелёнок. А скажите, дети сюда с удовольствием бегут? А бегут дети за новыми знаниями, которые они получают в игровой форме, например, вот такими мини-постановками. Как казаки получили грамоту от Екатерины на владение землями, теперь знает каждый воспитанник группы. Вице-губернатор поставил перед местными властями задачу на ближайшую перспективу – сформировать полноценные казачьи школы и детские сады в каждом районе города. Пока же в Сочи одна казачья школа – десятая, а также 29 казачьих классов, а это более тысячи детей. Сейчас рассматривается вопрос о присвоении статуса казачьей одной из хостинских школ. Всего на территории края в ближайшее время казачьими станут 8 образовательных учреждений. Это по-настоящему именно является государственной задачей – воспитание подрастающего поколения в духе любви к своей родине, к великой матушке России, и которой готовы в любой момент встать на ее защиту, если потребует та или иная ситуация или обстановка. Так вот, я хочу, чтобы как можно больше было и казачьих школ, и, конечно, казачьих классов. Что касается детских садов, то пока их в регионе всего три – в станицах Павловская, Ленинградская и в Сочи. Кстати, воспитанники 83-го садика впервые примут участие в параде, который пройдет 20 апреля в Краснодаре. На праздник казачества всю группу пригласил Николай Далуда, а главное, что поедут дети в новой форме и с шашками, но пока игрушечными.